Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сегодня в Пари-Сен-Жермен встречается с Метцей. Это состав Пари-Сен-Жермен. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. Посмотрим, как будут играть гости. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких бингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Пассажер в последние годы собрал мощнейший состав за большие деньги. Как его оцениваешь, Константин? Ну, что хотели, то и получили. Клубу наконец удалось показать свою состоятельность на мутной арене. Первый из-за почти 20 лет. Ну что, вот матч у нас начинается. Погнали, парни. Первый наш пас. Бля, какой момент-то, блядь, а? А, тут отрикошетило. А я думал, как так, блядь, так пас-то не про... Нет, ты даже не пас, а как ты, блядь, не прошел ты мяч-то, блядь, а? Так, Неймара у нас будет бить угловые. Выбивать точнее. И мы тут побороемся. Нет. Ничего у нас не получает, да, мэтт. Ну, мы с мячом. Нет, мы теперь без мяча. Теперь у нас контратака. Ну, у них ничего не получается. Наш игрок справляется с этим. Спокойно. Блядь. Ну, как-то пас-то не прошел-то, а? Нет, это слишком близко в ротарио. Слишком близко в ротарио у парня. Да, блядь, какой-то пас-то дал, да? Блядь. Нетучный пас. И еще миром, блядь, упал у нас рейтинг. Надежно сыграно. Пиздец просто. Че творится, а Фико поймешь, да? Не стали ничего придумывать. Со штрафным быстро разыграли. Неймар. Томас Мюльн. Это может быть опасная атака. Бой шанс у Алексея. Да, блядь. Какие моменты-то были? Какие моменты-то были? Так рядом был пас, а? Мне ничего не получается. В данный момент у нас не ходит гол. Гоевой пас Мюллера. И мы забиваем гол. Это еще Мюллера забивает гол. Все, что мы видим, команда, которая диктует игру сегодня. Послушный гол. Мы просто расстреливали вратаря при полном попустительстве защитников. И рано или поздно это должно быть случиться. Сегодня соперник ничего не может им противопоставить. И они, конечно, это чувствуют. Поэтому играют раскованно и очень уверенно. Команда повела в счетник. И, конечно, Унай и Гемери рад этому голу. Конечно, рад. Как это, блядь, не рад-то будет этому голу? Конечно, он будет рад любому голу. Мюллера у нас забивает гол. Аташо паса. Ну что, у нас продолжается, как всегда, матч. Пока неплохо. Пока ведем за счет 1-0. Такими действиями игру не обострить. Алекс Картер. Андрис Досимов. Нитошный пас. Так, выступили 17, голова 11. Он без нас еще просто участвовал. А у нас написано, когда мы только с ним участвовали, получается. Только почему там матч написано, не знаю, зачем. Вот и мячик улетел. Ударов 6-0, как всегда у нас. Блядь, какой момент, а! Какой момент, а! Такой гол мог залететь. Ну нет, тут вряд ли, но сам нож. Он сам готов пойти и забить этот мяч. Но ничего, команда все еще выигрывает. И возможности отличиться еще будут. Так, Владимир мячом по СВ. 65%. Ну да, мы лидируем во всем. Не спорю об этом. Ну какой навес, а! Охуеть просто, бля! Пас назад. Блядь, ну как так, блядь, не дали мне ничего сделать? Очень жаль. Ну это же нормально, один единственный гол. Олег, обыгре Томаса Мюллера хотелось бы услышать. Твое мнение, как он сыграл в первом тайме? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Идет команда, помню. Да, этот гол с помощью меня. Хантера, точнее. Ну что, тут все понятно. Мы это не считаем, нифига. Продолжаем матч, перегон ко второму тайму. И мы начинаем с середины поля. Точнее они начинают, а мы продолжаем играть. И мы не перехватили эту жаль. С этой атаки может получиться что-то стоящее. Хороший обостряющий пас и пробил. Охуяйный пас. Не попадает игрок Порота и его команда по-брежнему остается шесть. Да, Сильва. И датчик его исполнения сегодня невероятно точный. Ну как так он не забил? Опять такой момент. Тут надо забивать, Мюллер. Добр делать. От рука помешала. Воротасская. Прям не повезло. Мюллеру не повезло. Подает Неймар. Ну не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Блять. Блять. Ну не так нам не дают вообще нанести удар по воротам. Я тут пас плохой делаю. Все понятно, все ясно здесь. Здесь все понятно. Мы даем Мюлеру фас. И он тут забивает гол. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Ну что, время подумать о хет-трике. Да, скажи, а ты уверен этого хет-трика еще? Увидеть его еще. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который победил в сфере, им очень пришелся по душе сегодня. Поряк выходит у нас на поле. И его склад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Неймар. Лок и с ног и никакого мошенничества. Это про Неймара. Защитники хотели бы затаскать его по судам. Да не вы. Хоть бразилицы и обыгрывают соперника строго по правилам, но все равно... Блядь, прямо на противника бегу как дурак. Ну че, удастся у нас лингов забить или нет, а? Интересно. Блядь, все мне дают пасть, все мне дают. Как будто я здесь... Должен, блядь... Я не знаю, что я тут сотворил. Но какое-то чудо сотворил непонятное, которое мы даже пропустили его. Так, теперь у них замены. Теперь что нам тренер говорит? Так, это мы выполняем, это мы не выполняем. Забить гол нам просят. Ну, увы, я тут былый пассажер сдаю, а не гол забиваю. Я играю на команду, тренер. И мы забиваем гол. Мяч в воротах, и это гол. Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Очередной гол ПСЖ. В этом матче все понятно. Да, и скорее всего они уже победу не упустят. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. Пока на поле только одна команда. Счет на табло это очень точно отражает. А, перехват. Замечательно. Я бегу, бегу, я бегу. Да, блин, ну не тому игроку-то. Хитрик. Хитрик. Еще раз доказывает, что голы он готов забивать на любой вкус и в любом количестве. Сегодня на его счету уже три. Великолепный гол. И к тому же третий. Да, и это уже хитрик. Серьон просто с ума сходит. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Ну че, поздравляем команду. Мы опять побеждаем. Так у них замена. И капитанку повязку передали. От чумей просто. Одна команда сегодня на поле. Ну че, четыриной у нас. Бля, ну как так, а? Было жестоко. Да, бля, ну как ты, блядь. Мяч не загнал, а сам себя загнал в ворота, да? Гулевой момент. Третий голевой момент. 5-0. Ну все, мы чемпионы заранее. Что-то тут думать нечего уже. Все, по своему сезону чемпионы становятся. Это просто супер. Ну тут ладно, тут по СВ, блядь. Они сильные с командой, блядь. Им че там, во Франции вообще делать нечего на самом деле. Это такая у нас ситуация, что мы всех побеждаем, как нефиг делать. Да блядь. Три минуты до конца основного времени. Спасибо за пас. Продолжаем мы дальше. Еще Неймар бы забил, вообще было бы супер. Что-то странно, мы по флангу стали с Мюэром, а Неймар у нас перешел в центр. Забить что-то хочешь, я так понимаю, да? Что-то было непонятно, нифига. Я просил пас, но он дал пасу туда. А, это у поляка у нас не получился удар. Да ладно, блядь, Эмири, то так уже, блядь, пиздец победы, блядь. 4-5-0 уже, ё-моё, куда там еще? Все, свисток. Побеждаем в этом матче. Мы же поздравляем всех болельщиков этой команды с победой в турнире. Саму команду и всех тех, кто любит футбол. Конец турнира, это всегда праздник только для одной команды. Но рождение новых надежд для всех, кому не повезло. Время награждения, сейчас будет вручен кубок. Это один из тех моментов, ради которых они и играют. Возможность прикоснуться к этому. Время награждения, сейчас будет вручен кубок. Вот нам показывает, что мы кубок прямо сейчас выиграем. Ну да, мы заранее выиграли. Радость сейчас запредельная на трибунах. Как же они долго ждали этого момента. Ну, куда без этого. Конечно, это традиция командно фотографировать. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции. Ну, все, тут больше ничего интересного нету. Мы нам салют посмотрели, нам показали сам титул. Замечательно. Ну что, касание мяча 34%, процент передач 80%, точно паса 20%. Важно пасать 6%. Один мим, один гол, один створ. У нас такая ситуация. Гол 90 минут и три голых паса. Рейтинг 9,6. Ну что, погнали дальше. Мюли, конечно, круче нас. Не спорю об этом я. Он хитрик сделал. Молодчина. Из них вряд два голых паса наших. Это самое главное, что мы им помогли это совершить. Ну, тут другие показатели, что он тут показывает, сколько мы заработали. И наш прокатчик. Блядь, до 18 миллионов и доходим. Подписчики, самое главное. Ок, сколько поднимается, да. Это еще менее про 76% паса у нас. Не знаю, осталось очень мало уже. До 83% докачаемся. Нет, это я без понятий. Шансы есть, но я думаю, не огромные. Это мы снова здесь, дома. Так, ну да, мы на первом месте. Все замечательно. Следующая игра будет в Риге опять. Потом у нас финал кубок страны. Ну что, на этой ноте мы останавливаемся. Увидимся в следующей серии других прогреждений. Всего удачи вам и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова